Озеро Балхаш Озеро Балхаш Приветствую студию. Не успели стихнуть споры о строительстве отеля на урочище Божира, как еще об одной экологической угрозе заговорили теперь уже на Востоке. На Алаколе планируют искусственно осушить часть озера. Эколог Даулет Асанов обратился в Комитет по водным ресурсам с вопросом о целесообразности такого проекта. Ведомство ему ответили, что осушение согласовано с Алакольской бассейновой инспекцией никак не противоречит нормам водного кодекса. Даулет же считает, что для подобного вторжения в природу нужны причины весомее, чем просто постройка зоны отдыха. 60 гектаров это огромный участок. Должны же быть, то есть, обоснования достаточно веские, чтобы такие вещи делать. А пока что, то есть, в проекте нигде мы этого не увидели. Мы не знаем вообще для чего это делает. Чтобы там риски оценивать, надо иметь проект, смотреть его и видеть. У нас же на руках ничего нет, уполномоченный орган отказывается выдавать. А чем они обосновывают этот отказ? Ничего, они просто написали, что это не относится к экологической информации. Эколог Даулет Асанов направил запрос заказчикам о предоставлении плана проекта. Планирует изучить возможный ущерб природе. Мы будем следить за этими новостями. А вообще, проблема водных ресурсов в Казахстане не нова, но и не теряет актуальности. Буквально накануне сенатор Мурат Бахтиарулы сетовал на сокращение объема воды в Маломорале. Через пять лет это может привести к полному осушению притока реки Сырдарья. Закон об управлении водными ресурсами страны, принятый 17 лет назад, не отвечает современным требованиям. Поэтому необходимо разработать новую концепцию водопользования, которая должна способствовать внедрению передовых технологий, сохранению природных экосистем, пересмотру тарифов в сфере потребления и стимулированию экономии воды. Также о возможных проблемах озера Балхаш сообщили ученые из Оксфорда. Они опубликовали статью в научном журнале Water. В материале о Иле-Балхашском бассейне они рассмотрели более 700 возможных исходов использования воды Казахстаном и Китаем. В большинстве результатов они указывают, что сценарий развития один и тот же, и он мрачный. Конкуренция заводу между секторами при нынешнем управлении и эксплуатации остается острой проблемой, распространенной во многих бассейнах Центральной Азии. Изучение напряженности водопользования и потенциальной синергии при одновременной интеграции социальной и климатологической неопределенности может оказаться полезным для многих других трансграничных бассейнов Центральной Азии, находящихся под стрессом, например, Иртыша, разделяемого Китаем и Казахстаном, и рек бассейна Аральского моря. Согласно результатам исследования спутниковых данных, за последние десятилетия площади орошаемых земель на территории Китая увеличились почти на 30%. Тем временем динамики на казахстанской стороне ученые не обнаружили. При этом, по их данным, уже сейчас на территории Иле-Балхашского бассейна происходит постепенная деградация растительности. При почти всех вариантах развития ситуации уровень воды на озере будет ниже необходимого для восполнения Балхаша. И поэтому его уровень неизменно будет снижаться, считают ученые. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Маржан. Продолжение следует...